Болотное чудище Много леденящих душу историй рассказывают о болотном чудище. Никто точно не знает, что из них правда, а что вымесел. Сказывают, что ужасный хозяин болот утаскивает в трясину людей, заблудившихся в лесу, и они бесследно пропадают. Монстр нападает, раздирает на куски путников, оказавшихся неподалеку от его обиталища, не щадя ни женщин, ни детей. Ходит про межселян и другая страшная история, что однажды зеленое чудище даже осмелилось забраться в дом и погубить всех, кто в нем был. Лестницы были залиты кровью, детская разнесена в щепки, а все стены были забрызганы зловонной болотной тиной. Люди утверждают, что так лесной убийца отомстил своим родителям. Редко попадается он на глаза людям, а кто его видел, того не оставил кровожадный болотник в живых. Трудно поверить, но старики рассказывают, что когда-то болотный монстр был человеком, точнее он им родился. И сейчас я об этом вам поведаю. Просторная комната огласилась надрывным детским криком. Обезумевшая от родовых схваток, уставшая от бесконечной натуги и измученная духотой, роженица силилась оторвать тяжелую голову от подушки, чтобы взглянуть на беспрестанно кричащее дитя, только что покинувшее ее чрево. Долгие девять месяцев носила она под сердцем этого ребенка, пела ему тихие колыбельные, как когда-то это делала ей ее бабка, и поглаживала свой заметно крулившийся живот, представляя себя разовощекого младенца. Старухи наперебой твердили ей, что родится мальчик, ведь на это указывали все признаки. И живот опущен, и овес зашел в горшке прежде пшеницы. Материнский инстинкт, переплетенный с обычным любопытством, придали ей сил, и женщина, тяжело избивчиво дыша, протянула руки к голосящему свертку. Повитуха уже успела обтереть ребенка и завернуть его в чистый белый платок. Слезящиеся глаза матери вглядывались в сморщенное красное личико, которое искажалось гримасами новорожденного. Она только и успела отдать младенца повитухе, как лишилась силы, потеряла сознание. Ее муж нетерпеливо топтался за дверью. Когда на пороге появилась повивальная бабка с младенцем, он вопрошающе взглянул ей в глаза, не решая взять хрупкое тельце в руки. Женщина, не поднимая глаз, положила одеяльце с малышом на стол и тихо вышла из комнаты. Новоявленный отец сделал шаг и в ужасе замер. Совсем иную картину ожидал он увидеть. Раскинув углы платка, в складках ткани копошилось и отчаянно рыдало нелепое создание. К огромному туловищу примыкали коротенькие ножки и непропорционально длинные руки плети, словно они были взяты от другого существа и наспех присоединены сюда. Большая голова вздрагивала от каждого всхлипа, грозясь оторваться от тонкой шейки. На лицо и вовсе было страшно смотреть. Скукоженное, морщинистое, словно у древнего старика. Оно напоминало просто кусок мяса. С той лишь только разницей, что с большим вниманием и болью, как будто предчувствуя, что этот мир не даст ему любви и ласки, смотрели в упор черные глазки, не окаймленные ни единой ресницей. Когда дитя на мгновение умолкло и закрыло свой разгоряченный от ора рот, то можно было заметить, что одна сторона губ неумолимо опускалась вниз, придавая лицу свирепое выражение недовольства. Так в семье зажиточных купцов появился ребенок. А уже через две недели этот же малыш, отчаянно дрожа от холода и голода, лежал в плетеной корзинке возле дурно пахнущего болота и кричал, захлебываясь в собственных рыданиях. Не сумев прийти в себя от того, что долгожданный наследник уродлив и немощен, родители решили избавиться от тяжкого груза. Болото поглотит их позор, навсегда скроет от людей эту тайну, решили они. Соседям было сказано, что малыш умер, дом же был облачен в траур, но судьба уготовила отказнику совсем иную участь. Несчастное дитя так стремилось к жизни, так хваталось за нее своими кривыми ручками плетями, что, когда его берестяная колыбель стала погружаться в трясину, болото сжалилось над убогим и вытолкнуло его наружу. Зеленая топь сама взрастила под кидыша. Он научился дышать под водой и видеть сквозь мутную толщу ила. Трясина не затягивала его на дно, она стала его домом. Сначала он питался мелкими зверюшками, попавшими в коварную ловушку топи, а затем стал понемногу и сам охотиться. Его внешний облик менялся. От большого времени, проводимого в воде, появились жабры и перепонки. Сырость и вечный холод окрасили его кожу в бледно-зеленый цвет. Тело с головы до ног покрылось длинными жесткими волосами. Грубые острые когти на вытянутых пальцах помогали ему разрывать добычу. Мелкий ряд пожелтевших зубов легко перемалывал неокрепшие косточки молодых животных, если они случайно забредали во владение болотника. Коротенькие ножки твердо стояли на земле. Его непропорциональное тело еще больше вытянулось, превратив его в нелепого косматого великана. Но он практически никогда не выпрямлялся, только если приходилось сражаться. Для охоты ему было удобно распластать свое мохнатое грузное тело и неслышно ползти в болотных зарослях, не отводя зоркого взгляда от намеченной цели. Теперь с трудом можно было сказать, что когда-то он был человеком. Только в черных бусинах глазах на мгновение иногда проскальзывала непередаваемая тень глубокой боли. В остальном человеческий облик был навсегда потерян. В сердце не осталось места ни состраданию, ни любви. Он превратился в кровожадного монстра, караулившего известки расправляющегося с одинокими путниками, пугающего окрестных жителей. Он мстил всему живому за все невзгоды, что свалились на него, за то, что когда-то никто не пожелал дать любви и сочувствия несчастному ребенку. Он проклял этот мир, так жестоко посмеявшийся над ним. Когда он еще был маленьким, то случайно попался в силки охотника. Тот долго не мог понять, что за странная добыча запуталась его в снастях. Он никогда не видел ничего подобного. С охотником было еще двое. Какой-то купец и его кормчий. Люди потешались над уродством маленького болотника. Но когда он отчаянно взглянул в глаза одного из них, тот опешил и сердце его внезапно что-то закололо. Купец приказал отпустить чудо-юдо. Болотник запомнил эту встречу. А главное, он запомнил запах человека, одетого в сапоги из мягкой, хорошо выделанной кожи, не сумевшего перенести его сверлящего взгляда. Именно по этому запаху через несколько лет нашел монстр дом, стоявший в отдалении от других. Он пробрался туда ночью и устроил кровавую резню, не дав шанса на спасение никому. Вряд ли младенец мог что-то запомнить из своего недолгого пребывания в родном доме, но ужасное совпадение устрашало. Много лет назад в этом доме все зеркала были завешаны черными платками, оплакивали якобы умершее дитя, отпугнувшее родителей своим безобразием. Они лишили его жизни в обличии человека, взамен он лишил их жизни как таковой. Тихо на болоте. Изредка шелохнется ток тяжелым бульканем. Но это тишина обманчива. Это просто безмолвие, в котором прячется болотный приемыш, терпеливо ожидая новой добычи. Мутанты мертвого озера Местные жители обычно не купаются в озере, так как оно слишком глубокое. В начале века еще встречались смельчаки, которые входили в стоячую воду. Но после того, как несколько человек утонуло, озеро стали обходить стороной. Водится здесь всякая живность, но порой местные бабки испуганно крестятся при виде птиц без перьев с непропорционально большими клювами и гигантских жаб зловещих, квакающих на берегу. Когда они здесь появились, не помнили даже прадеды нынешних стариков. А вот комары. Помимо обычных кровососов, тут встречаются и крупные, размером с пчелу, с длинными хоботками и двумя парами крыльев. Вот их-то все и боятся. Но ходят среди населения еще более жуткие слухи. Так рассказывают, что еще во время войны двое подростков решили поудить в озере рыбу. Дело в том, что рыба здесь вроде бы не ловилась. У берега она уже давно перестала попадаться, а на середину заплывать никто не осмеливался. Но с голодухи чего не сделаешь. Взяв без спросу старую лодку, принадлежавшую ушедшему на фронт отцу одного из мальчишек, ребята со всей снастью отчалили от берега, остановились на достаточной глубине и принялись за дело. Им как будто улыбнулась удача. Вскоре один из них почувствовал, что клюет. Он обеими руками вцепился в удочку. На конце лески явно повисло что-то очень тяжелое. Но удочка не поддавалась. Парень потянул сильнее. И тут из воды показалась голова. И вовсе не рыбья, а непонятно чья. Раза в полтора больше человеческой, обтянутая темно-коричневой кожей с выпученными белесыми глазами, без носа и с провалом вместо рта, в котором и застрял рыболовный крючок. По крайней мере, именно так впоследствии описал озерного монстра товарищ незадачливого рыбака. Закончилось все плачевно. Подросток не удержал равновесия. Упал в воду и его тут же засосало, как в болоте. Его приятель изо всех сил рванулся прочь. Он понимал, что на такой глубине утопленнику уже ничем не поможешь. А вот самому может грозить серьезная опасность. Позже мальчик уверял, что пока он греб к берегу, слышал позади приглушенные крики и какое-то бармотание на непонятном языке. Может быть, ему это только почудилось. Желающих полакомиться рыбкой из мертвого озера больше не находилось. Но рассказов о странных существах, обитающих под водой или прячущихся вблизи озера, появилось немало. Как-то уже после войны один мужик утверждал, что встретил на берегу русалку. Он описывает ее как женщину, все тело которой было покрыто зеленовато-коричневой чешуей, глаза без зрачков, без зуба и рот. Все это очень походило на описание чудовища, некогда утащившего под воду мальчика-рыболова. Существо, по словам очевидца, грелось на солнышке. Когда человек из любопытства приблизился к русалке, она что-то сердито прошипела и прыгнула в воду. Мужик успел заметить ее крупный, как у сама хвост. А одна женщина в начале 60-х столкнулась в лесу возле озера с человеком удивительно уродливой наружности. Коричневая кожа на лысом черепе, странные глаза, носа нет и щель вместо рта. Ноги у него были, а вместо рук обрубки. Тело, как показалось женщине, поросло шерстью. Незнакомец якобы поведал ей, что был на фронте, и в результате взрыва гранаты сильно обжег лицо, а слепо лишился обеих рук. Когда его выписали из госпиталя, он не решился вернуться домой к семье в таком виде, и с трудом добравшись до родных мест, сумел как-то приспособиться к жизни в лесу. Имя свое он назвать отказался, попросил женщину принести ему поесть, но когда она явилась на прежнее место с несколькими односельчанами, то уродец уже исчез. И потом, вплоть до 70-х, у озера иногда встречали существ, похожих на людей, но ужасно уродливых. Тогда у кого-то и родилась безумная мысль, а что если это те, кто когда-то без вести пропал в окрестностях озера? Такие случаи имели место в разное время. В округе бесследно исчезали люди. Два раза до войны. Во время войны, история с подростком. После войны, еще три непонятных происшествия с приезжими. Предполагалось, что они утонули в озере, хотя о его дурной славе знали все, и вряд ли кто-нибудь решился бы полезть в воду. Даже тел не искали и отговорили от поисков родственников пропавших приезжих. Но как люди могли превратиться в этаких чудищ? На этот вопрос попытался ответить уфолог, прибывший в те края в конце 80-х в поисках зон активности НЛО в Карелии. Он предположил, что жертвы попали под воздействие сильнейшей радиации, до неузнаваемости изменившей их внешний облик. Но каким образом все они оказались под водой, как смогли выжить и почему провели вблизи источника радиации так много времени? Уфолог высказал гипотезу, согласно которой в районе мертвого озера некогда приземлился инопланетный корабль. Возможно, он потерпел аварию или остался исследовать местность. Где же он, скорее всего, на дне озера? Уфолог расспрашивал местное население, не падали ли когда-либо в озеро странные предметы. Иные говорили, что еще в 18 веке в озере затонула какая-то лодка. Но подробностей, чья лодка, при каких обстоятельствах все это случилось, не вспомнил никто. Слишком давно это было. Однако упорный уфолог организовал съемку дна водоема с помощью аппаратуры инфракрасного излучения и добился таки своего. Приборы увидели под водой Куала-Ярви металлические конструкции неизвестного происхождения. На снимках они получились нечетко, но на лодку это мало походило. Ржавчины на железках не обнаружилось. Кроме заурядных озерных обитателей, вокруг не было никаких живых существ, следы пришельцев или мутантов отсутствовали. Впрочем, уфолога это не смутило. Выяснив, что ничего примечательного в этих краях уже лет 10 не происходило, он выдвинул новую теорию. Космические пришельцы, не исключено, что это не белковые существа, а кибернетические машины, закончили цикл своего существования. А вместе с ними погибли и мутанты, над которыми они производили свои опыты. Останки их лежат, вероятнее всего, внутри корабля. Надо добраться до него. У сельчан эта идея не вызвала никакого энтузиазма. Суеверия, связанные с озером, все еще оставались в силе. Но уфолог, безусловно, добился бы своей цели, если бы все не обернулось самым неожиданным образом. Он на время уехал, собираясь вскоре нагрянуть на озеро с толпой исследователей и новейшей аппаратурой, да так и не возвратился, умер от сердечного приступа в том городе, где жил. Его товарищи-уфологи считают, что в его смерти виновно именно мертвое озеро. С тех пор больше никто не пытался изучать его. Люди по-прежнему опасаются приближаться к озеру, что скрыто на его дне. Радиоактивный корабль с мертвыми пришельцами или вышедшими из строя инопланетными роботами. Обломки старинного судна или жуткие сущности-мутанты, ожидающие своего часа, чтобы выйти на берег, наводя страх на людей. Мертвое озеро все еще хранит свою тайну. Музыкальный страх Сегодня я вернулся с работы намного раньше, чем обычно, и очень удивился, не застав своего младшего брата дома. Я не мог себе даже представить, что его так задержало. Завтра утром приезжает наша сестра Людмила. Она пару лет назад вышла замуж и переехала жить в другой город. Мы с братом заранее договорились прийти пораньше с работы, убраться в квартире и приготовить праздничный стол. Как закоренелые холостяки, домашние обязанности мы делили поровну, но сегодня другой случай. После того, как наши родители ушли из жизни, а сестра вышла замуж, мы с братом остались жить в доме, где прошло все наше детство. Так уж получилось, что спутниц жизни мы себе не нашли, а может и не хотели, и разъезжаться друг от друга пока не собирались. С сестрой мы встречались только по большим праздникам. Так уж у нас в семье заведено праздновать только втроем. Завтра Новый год, вот и решили собраться, как и всегда, вместе. Пару месяцев назад у Людмилы родился второй ребенок, снова мальчик. В связи с хлопотами, связанными с первенцем, не виделись с сестрой уже очень давно. И вот в такой день Андрей, мой младший брат, позволил себе куда-то пропасть. Сегодня у него выходной, и он с утра должен был быть дома. Я почувствовал легкое раздражение. Как был в комнате беспорядок, так и остался. Посреди коридора лежал веник и совок, но дальше дело у брата, видно, так и не пошло. Холодильник был пуст, в обеих комнатах было пыльно и грязно. Хорошо, что я по дороге домой забежал в магазин, накупил продуктов и пару бутылок шампанского с вином. Что же ему могло помешать, думал я про себя. Ладно, рано или поздно он придет домой, вот и узнаю, что случилось. Успокоил я себя и не спеша взялся за уборку. Я так увлекся, что и не заметил, как часы пробили десять вечера. Как долго я провозился, мелькнуло в голове. Где он шатается столько времени. Я чувствовал, как волнение нарастает с каждой минутой. Сев на большой широкий диван отдохнуть, я стал в голове прокручивать события, предшествующие нынешнему вечеру. Последний раз я с ним говорил по сотовому сегодня утром. Тогда мне показалось, что он чем-то взволнован. Говорил очень быстро с нотками дрожи в голосе, что сильно занят. И еще добавил, что к уборке квартиры приступил. Встреча близких людей всегда волнует. И я не придал значения интонациям страха в его голосе. Да, именно страха. Только сейчас я понял, почему голос у Андрея дрожал. И я задумался над тем, что его могло так взбудоражить. Время шло быстро. И пока я рассуждал, часы показывали одиннадцать вечера. Я взял телефон и обзвонил всех его и наших общих знакомых. Его сотовый остался дома, что меня удивило. Он никогда не выходил на улицу без телефона. Из наших общих знакомых никто не видел Андрея. И с ним не говорил. Сам того не замечая, я ходил из одного угла комнаты в другой. В голове крутились мысли совсем не оптимистические. Так Андрей поступил в первый раз. Зная, как он пунктуален и серьезен, я не мог даже предположить, что за важное дело заставило уйти из дома так внезапно. На часах пробило двенадцать. А брат так и не появился. Хоть в милицию звони. Подумал я. Совсем расстроенный, я вошел в свою комнату разобрать постель. А с ней речи не могло быть. Хоть я и сильно устал. Вряд ли я смогу уснуть до прихода брата. Приготовив все ко сну, я еще раз оглядел наведенный в комнатах порядок. Мое внимание привлекла кассета, лежавшая на серванте. Как я раньше ее не заметил. Аудиокассеты я не слушал уже давно. Подойдя поближе, я взял ее в руки разглядеть более внимательно. Кассета, мягко говоря, выглядела странно. Полностью черная, словно закрашенная тушью. Ни этикеток, ни названия фирмы. Полностью черная кассета. Мне не очень хотелось слушать музыку, но что-то потянуло меня поставить ее в магнитофон и включить. В колонках затрещала и заиграла мелодия. Удобно устроившись в кресле, я приготовился слушать музыку. С первой минутой звучания во мне и окружающем пространстве стали происходить изменения. Мелодия была приятной, но она завораживала, приковывала к месту, проникая глубоко в подсознание. Стиль музыки мне не был известен. Меня словно сковали. Я не мог шевелить даже пальцами рук. Я, не двигаясь, сидел в кресле, не понимая происходящего. Воздух вокруг меня словно обрел форму. Стало душно. Образовалась странная тягучая темная масса, полностью обволакивающая мое тело. Я физически ощутил тяжесть воздуха на своем теле. Мне не было больно. Я полностью погрузился в тягучую темноватую массу, окружившую меня со всех сторон. И все это время звучала блаженная музыка. Мне стало хорошо. И тут я услышал голос своего брата. Он исходил из музыки, словно обрел телесную форму. Вместе с окружившей меня темновато-матовой, мягкой и тягучей массой растекался по всему телу. Я не только слышал и осизал его, но и видел, как изменяется воздух под его воздействием. То сотрясаясь при усилении, то принимаясь медленно колебаться при понижении звука. Все происходящее, так похожее на сон, выглядело до боли реально. Мне стало беспокойно. Музыка перестала доставлять удовольствие. А потом пришел страх. А с ним и боль. Он давил, уничтожал, поглощал. Впитывался в каждую мою клетку, как губка, впитывая в себя. Голос моего брата уже не говорил, а приказывал. Слова не имели смысла. Понятен был только призыв, следовать за ним, подчиняясь воздействию. Чем больше говорил голос, тем меньше во мне оставалось самого себя. Я, как в кислоте, физически и морально растворялся в нем. Смешиваясь с теплой массой и медленно уплывая с ней в мир, постепенно открывающийся моим глазам. Это был чужой, неизведанный людьми мир, записанный на кассете и принимавший меня к себе. Перед моим мысленным взором пронеслись события, произошедшие этим днем. Все то, что жило в черной кассете, и голос, и масса, стали моей неотъемлемой частью, моим вторым я. И, растворяясь в чужеродной массе, приняв чужой, несвойственный мне облик, изменился и внутренний, и внешний. Мир, в котором я растворялся, стал мне нравиться. Я словно чувствовал, что он станет моим навсегда. Перед моим взором возникли мысли моего брата. Я стал с ним одним целым, ощущая и чувствуя то же, что и он. Все, что произошло этим днем, я видел его глазами. Я видел, как он находит кассету, неизвестно откуда взявшуюся, удивляется и вставляет в магнитофон. Как и со мной, необъяснимая сила притянула его к креслу. Странная и чарующая музыка звучала из магнитофона. И голос, не принадлежавший ни единому существу, жившему на земле. Голос мне знаком не был. Я не понимал язык говорившего чуждой моему слуху. Но мысли, как открытая книга, мне были понятны. Существо не было материально, всего лишь голос и запись внутреннего мира, мысли, то, чем он жил раньше и живет сейчас. Я внутренне ощутил сильную ноющую тоску по всему живому. Пусть это будет другая жизнь, не похожая на него. Главное мыслящее живое, с большим энергетическим потенциалом. А еще я увидел неисчислимое количество лет, проведенных в бесконечном поиске подходящих существ, в полном одиночестве, вдали от родины, красивой зеленеющей планеты, очень схожей с землей. Цветущая планета была его домом. Я чувствовал, как существо мечтает вернуться на нее. И радость, когда инопланетное существо обнаружило нашу планету. На Земле для возвращения на его родную планету требовалось всего три записи энергетических структур человека, в то время как на других планетах, где он был, их нужно было тысячи. И еще я увидел, как далека его планета и как мизерно пройдено им расстояние. Не зная на планетной технологии, я понимал все, что нужно для полета. Слившись с существом воедино, я знал и чувствовал то же, что и он. Я почти жил в его мире и мыслях. Как и он, я ждал прихода последней энергетической структуры, необходимой для возвращения на родную планету. Жизненный потенциал землян оказался настолько велик и неисчерпаем, что слившимся воедино трем существам хватит одной только мысли, чтобы перенестись на нужную планету. Поток мысленной информации прекратился. Кассета закончилась. Аккуратно выскочив из магнитофона, она упала обратно на сервант. Мысли двух землян стали чужими. Теперь и для них далекая планета стала родным домом. Назад дороги не было. Оставалось только ждать, но уже недолго. За окнами квартиры ярко светило солнце, когда входная дверь открылась, пропуская вперед молодую красивую женщину. «Андрей, Саша, вы дома?» – позвала женщина своих братьев. Людмила прошла в комнату и, положив сумки на пол, села в кресло. Кассета включилась сама по себе. Приятная музыка. Родные, знакомые с детства голоса заворожили ее. Они звали ее с собой, и женщина подчинилась им. Она была уверена, что и там будет хорошо. Три мыслящих существа соединились вместе, образовав единый энергетический сгусток, темно-матовую плотную массу. Пространство вокруг стало заполняться ими и вытеснять маленькое чужое существо, так долго живущее внутри кассеты, пока его не стало совсем. И только полностью выгнав существо, трое бывших землян замерли. Они знали все, что знало чужое существо. Теперь они представляли собой одно целое. Мощный единый энергетический организм, способный на многое. Сила их не знала границ, а путь их лежал к далекой планете, так сильно похожей на Землю. Теперь она будет их домом, а они навсегда будут вместе большой и дружной семьей. Продолжение следует... Продолжение следует...